Электронное оповещение о том, что в твоем жилище кто-то задекларировался. С таким предложением выступает в Латвийском союзе самоуправлений. Сейчас достаточно нескольких кликов, чтобы задекларироваться в любой, в том числе и чужой, квартире. В свою очередь на то, чтобы выписать непрошеного жильца, требуется неделя. Анастасия Дяконова продолжит. Ежедневно это не проверяется. Говорит Александр, недавно ему понадобилось изменить данные о своем месте жительства. Александр зашел в электронную систему и удивился. Открыл и тут увидел, что в дополнение к зятю и к внуку, там еще одно неизвестное лицо. Спросил, соответственно, квартира на сыне была, владельцем он. Спросил, знает он этого человека. Никто его не знает, а он там есть. Сейчас Александр готовится к аннулированию декларации неизвестного мужчины. Для этого ему придется лично отправиться в Рижскую думу, написать заявление, которое рассмотрят в течение месяца. И процесс этот бесплатный, но отнимает время. Александр считает, порядок декларирования давно пора менять. Владельцу квартиры должно приходить извещение о новом жильце. Также через это же электронное обслуживание ЛВ можно, чтобы владелец галочку поставил, и тогда бы это только входило в силу. О том, что владельцев недвижимости необходимо оповещать, считают и в Латвийском союзе самоуправлений. При нынешних технологиях, по-моему, это ненормально, что владелец имущества каждое утро должен начинать с проверки не только декларации, но и других услуг. Как хороший пример, можно упомянуть земельную книгу. У них есть бесплатная услуга в отношении недвижимости, когда человек может зарегистрировать электронную почту. Если кто-то пытается получить прошение о закреплении прав на недвижимость, которое владелец не подписывал на почту, приходят уведомления. Еще в 2007-м журналист газеты «Латвия с Авиза» попытался прописаться в квартире экс-президента Вайра Вити Фрейберге. Тогда этот случай обсуждала вся страна. Идет уже 11-й год, как законодатели борются с проблемой. Даже если мы сможем договориться о многих вещах, то нужно понимать, это не может быть так быстро. Это связано со средствами, улучшением программного обеспечения, поэтому сроки должны быть реальными. Предложение Латвийского союза самоуправлений теперь осмотрит рабочая группа. Тогда станет ясно, когда поправки утвердит парламент. Изначально планировалось, что поправки вступят в силу в середине 2019 года.